есть пошло все в жопу да сколько можно нет все ок рассинхрон да вы смотрите вот я говорю и голос типа сортом совпадает полная хуета мне это уже надоело сколько раз уже полгода я пытаюсь эту тему победить но я ее сейчас сделаю так что вы не расходитесь сейчас я блять устрою пропал володя да нет я здесь нету все нормально нету yes 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 все в порядке все отлично нет надо просто правильно его подключать у меня просто ошибка какая-то вылезла вначале все окей классно ну чё ребятки поздравляю у нас начинается стримец мы сегодня уной за на хате как всегда папа под вайфаем вот типа сегодня посидим немножко поговорим хат сегодня будет блестеть как кошачьи яйца вот эти вот кис 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 поздоровайся с подписчиками перчик он сегодня обоссал он сегодня данью смотивировал помыть полы нассав на пол молодец кто уже здесь проклацайте лайк чтобы у нас статистика типа ну подросла немножко хуй знает зачем это нужно на стримах но я постоянно клянчу лайк ничего не могу себе поделать уж извините так ну ладно давайте так тут спрашивали про стрит-арт стрит-арт он был вчера и это еще не предел потому что вот я сделал ролик вчера выложил да там затравочка была такая прикольная на дальнейшие наши манипуляции и короче это будет начало целый целой линейки видосов про стрит-арт в вылазке в том числе и с вашим любимым ростиком тут пишут когда еще будет движуха в смазке вы не представляете но движуха с в маске будет в воскресенье это правда и там будет не только смазки потому что там народу набежит прям целая тима и мы будем угорать как вчера мы короче выгорали с пиксель боем я не знаю кто шарит за пиксель боя в чатике напишите плюсы ну или что-то такое обозначение чтобы в материале скажем так короче я просто был вчера в шоке от того насколько это продуктивный молодой человек он этот китай город на него чаще заезжает чем куда-либо еще потому что мы вчера ходили опять нас туда очень привели мы сначала попали на арбат на стену цоя залезли прям поклеили там наверху но опять китай город но это уже как знаете как проклятие какое-то и оказалось он этот весь китай город уже прошел не по одному кругу там постеры стикеры в том числе он мне подарил я сюда его притащил на стрим я сегодня кстати много чего притащил интересного чем хотел бы похвастаться показать это стикер ну как бы это нихуя не стикер это пластиковая табличка но это как 3d стикер если ты можешь клеить какие-то работы с помощью гвоздей то почему бы ты не сможешь не сможешь наклеить вот такой 3d стикер напечатанный кстати прикольно смотрится его немножечко обойти но я просто блин в этом плане педанк нет эти вот торчащие края это просто страшнее некуда я бы нулевочка все равно это все зачистил чтобы он был прямо все а он него подарил я повешу у себя в подвале как напоминание может вчера был такой довольно прикольный день я все заснял об этом буду говорить уже в видосе шну чтобы не упустить моментов потому что один моменте там был который мне не совсем понравился в плане меня самого я там сделал не совсем красиво не по поступкам а по действиям ну-ка по-моему это одно и то же сейчас за последнее время произошло очень много всякой движухи снимать и монтировать не получалось так вот как надо я наснимал и все сейчас это будет монтировать выкидывать порционно потому что или одно или другое как ты будешь что-то рисовать и при этом монтировать это очень сложно сейчас вот уже все в принципе воскресенье у нас последняя вылазка и холодно уже становится так что сейчас мы отфигачим последнее воскресенье и я засяду плотненько замонтирую весь материал вам вывалю вывалю кстати сегодня нововведение давайте я короче заморочился вчера как всегда смотрел свои любимые техно пранки и на попу нарвался на один такой на такой уровень короче нарезал за него видосов и на донаты поставил сейчас затестимся посмотрим погодите сейчас сделаем то есть этот тест тест тестовое помещение 5 вариантов так что они все рандомно будут вылетать поэтому если хотите орнуть и поддержать наш замечательный канал все наши труды копеечкой то ссылка на донат в описании я буду очень рад если вы поддержите рублем долги надо раздавать как-то покажи когда мы вам никогда мы покажем покажу головы у меня получилось так что я вчера наклеил не все головы которые взял потому что оставил что-то на воскресенье притащил их сегодня мы можем более детально их посмотреть все начало классно смотрите 7 минут а сколько информации сколько информации смотрите у нас сегодня столик поэтому у нас есть возможность сегодня погулять по хатке посмотреть на дани на всякие аксессуары кто не видел и вообще плавная картинка это вот милое дело стабильно подвижный стрим а это даня это когда я отрабатывал мастер-класса я пригласил даню чтобы он ну типа за три часа нарисовал сам себя по моей технологии я потом какое-то время ходил и подавал и офигел на самом деле как пацаны вообще клеют стикеры потому что я так активно вообще этим не занимаюсь что бумэн что пиксель боя не как эти как машины просто идут и ту 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 и в общем буманчик мой любимый распечатал меня на спам как он говорит стикеросы чтобы идти вот и постоянно клеить это тревор из gta он еще более менее распечатался хотя цвет здесь темный и здесь борецки смотрите какой темный не знаю передается вам это или нет в чем проблема я просто фоткал на слоновью залупу раньше все свои работы поэтому там кодеки цветовые вообще какие-то непонятные и пацаны ребятки когда печатают у них кое-где не совпадает то есть это мой мой косяк ну или логотипы вот блин смотрите сколько и большой формат хуярить можно по-разному но у меня в конвертик не помещается даже здоровски то есть это на пленочке все дела вот воскресенье думаю пока поклею доброго вечера мужчина в какой город решил в итоге прокатиться в прошлых видосах спрашивал хорошего стрима ильнур спасибо большое за донатик какой город в итоге решил посетить наверное какой позовут но в целом типа конечно же если у нас место вы понимаете чем я говорю да если место у нас будет проходить каждый год то и конечно же нижний новгород скорее всего в екатеринбурге я был давно правда это дело было надо пересесть на другой стул якобы я был и когда как раз таки меня там вышел выходной чтобы можно было полазить по стрит-артам по местным я как раз слава патерка попросил говорю поставь мне карт на карте точки чтобы я мог спокойно там посмотреть а у вас картинка не рябит случайно я смотрю меня на превью типа полоски такие дыр у вас этого не происходит скорее всего нижний новгород но там как куда позовут плюс еще следующий видос ребята я вам поделюсь про фестиваль сказка короче расскажу и если фестивальная движуха у меня закрутится то наверное поеду по фестивалям поконяю города городами а это совсем другое есть чуток да слушай интересно из какого света а из-за каких именно которые над компом от всех которые на кухонном столу сейчас на если вот это вырублю все будет ну да а давай попробуем тогда вот так сейчас он охуярит конечно нормально о классное освещение да знаете теперь можно посидеть у меня блин кстати классный подобка в темноте короче если на него посветишь она просто с ума с ума не олдовый трансфер я типа вот в этом году только залетел видос будет про то как в субботу сказка была в клубе в одном и вот я там поснимал и мне жалко москвичей честно говоря я в московье могу в лес выйти у меня просторы пипец даже если потанцевать тут можно развернуться а там люди на пятках на мысках друг у друга пляшут пипец просто все хотят короче конечно же потанцевать настолько много людей что очередь пиздец и клуб уже битком есть небольшой как бы момент которая делает громадную разницу между опен элером и клубом уж извините как бы вариантов нет куда в москву вечером в леса что ли ехать если ты хочешь чисто там топтаться немножко и все у рамы есть канал и он последнем ролике при продемонстрировал здоровенный ножик вы не смонтировал ну тут такая момент такой момент что вы понимаете если вы делаете какой-то крафт снимаете все это это надо же еще монтировать и тем более только в типа вкатываешься во всю эту движуху ты довольно много тратишь и времени на это у нее уже два видоса сняты сейчас 3 то есть ему надо три видоса смонтировать волгограде не был не принимайте на личный счет это чисто его субъективное мнение я не значит мой ну опять одно и то же чисто послушать светофоров трамвайных путей спасибо большое за донатик ребят у арбал он блин у него такой ник прикольный тип большим капсом под конец написано здравствуй ладно где видосы всех заебываю я видосы кстати сегодня саба выпустил ролик я так еще не посмотрел про 94 обзор отложил на потом о господи посматриваю его stories видно что жизнь заставила чувака работать и сил на контент не хватает и он такой же я это я был в этой ситуации я понимаю его прекрасно надо с это надо пережить в тик токе бля мне надо тик ток заводить короче сто процентов пиксель это лампово ну это все понимаете зависит от того насколько ты к этому близок и в каком этапе в каком промежутке времени ты родился я родился вот на пикселях то что если допустим современным зумеркам я сказал некрасиво современным молодым людям короче показать эту всю эстетику они скажут что это за помои динозавра не въедут а я это просто с ностальгии связываю поэтому у меня это и заходит неплохо твой мерч будет да блять хотелось бы еще о чем и речь кстати по поводу мерчем уже воскресенье едем смотреть как печатаются футболки посмотреть как там принты по поводу принтов ну-ка данечка поможешь мне это продемонстрировать замечательный принт от юность на матине чем не помочь когда можно помочь и наполните вами на и здесь тоже смотрите как будто грибочек а вроде как и дальше тарелка забирает человечка представляете какие классные принты еще мне шорты но не просто черные удобные куда не теплые полы поэтому можно и в шортах тут рулить повыруливать сегодняшний видео огонь вот это называется ребят дисфункция не половая стабилизационная взял блядь обвалился что с тобой стояли хороши хороши вот это вот эти остались меня причем чё по материалу по моему это из какой-то мебели от какой-то мебели потому что это арголит но он с одной стороны покрыты таким белым пластиковым напылением вот а я что такое-то купил в твердом переплете жесткая короче раскраска это уже готовы это уже раскрашено ебануться ой антистресс ты понимаешь вот с таким усердием можно блин карьеру построить если просто распечатывать себе какие-то авторские штуки и закрашивать их и тогда уже можно художником известным стать а ты представляешь сколько здесь надо усилий а там есть вообще там есть вообще жесткий прям 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 были вот типа вот этого там я не знаю аниме о опа на опа на бля это манга мне сейчас три висит проекта то есть один вы видели но они видели как я его реализовал и еще два а уже октябрь то есть пиздец будем тестить моей этим мой выбор в плане гвоздей жидких там заявлено минус 20 я не знаю мне про хочется в минус ну вот начинается опять блин творческая импотенция ну вот после стик феста я уже вот иду по москве я начинаю каких ребят узнавать потому что я многих не знал вот тем более видосик от сейна помог там разобраться там каких ребят тоже взять как как говорится на это на вооружение заметить прикольно прикольно мне нравится а ладно так дайте анекдот подожди у мне кстати блин последнее время прям как это лютые проблемы с саниками я не могу найти ничего достойного о кто-то пришел анекдот я подумаю давайте наблюдать хопа про высоцкого знаете заходит высоцкий магазин чтобы купить шляпу короче вы говорили на анекдот лучше надевает надевает ее она ему как раз и еще раз и еще много-много раз просто просто написали я вспомнил она точно так работает про то самое я могу вообще уйти слушай давай короче я не знаю сигаретка вот я тебе сказал об этом еще часа два назад это нас привет привет не надо володе впустить смотрите он не может войти пока его не впущу пускать володю стать и плюсы если пускать стелс чернила скажу пристну ребятки но вы же не на тот канал обращаетесь простыл чернила простыл чернила в маске блин приходит оповещение таких пиздатых стримов блин сейчас желательно кинул тапком в кота сейчас запускается стрима у этого арсенал гринча блин я сегодня короче что-то смотрел какой-то видос утром и уснул и проснулся того что у меня к ним жуков и гоблин как свадьба романова проходила проснулся такой прикольно как я растягивал мочки это вообще отдельная история я научился делать пирсинг я сначала подумал кем я буду в жизни так захотелось что-то большего получить от жизни и как-то профессию приобрести и записался на обучение курсы по пирсингу один день они длились и на второй день я уже пупок колол одной мадам хуя челкали его пупок но это было смешно потому что как бы я даже ни разу инъекций анестезии не делал и все это было в первый раз а потом понеслась короче как раз вчера увидел пиксель боя у него септуму я такой говорю слушай я сам септум себе делал он кунжа опасно и такую опасно ну а что делать я короче септум себе колол кто не знает септум это вот здесь вот кольцо я в общем это себе три раза проколол потому что один криво 2 криво и 3 вот ровно вроде как получилось привет с калуги калуги привет привет калуги вот и потом короче проколол себе ухо бровь губы нос и язык понеслось и потом я думаю блин а че лучше надо тянуть а так как я не знал как это делается я взял какое-то там украшение как растяжку и на сухую так себе разорвал левое ухо а потом правое а правое было мульцевая вообще ничего даже дырки не было купил себе короче катетер на 4 миллиметра такой типа разрезал ухо и еще на живую вот тут типа вот на на мокруя как говорится на сырую дырку еще тянуть начал это было часов наверное 5 я сидел вечером заходит мама у меня все салфетки в крови я сижу такой там себе расхуячиваю я такой тихо это красота это рать красоты так относишься к кошеру я не знаю кто это ребят извините то там будут еще ну конечно будут но не в этом сезоне в этом сезоне у нас был тотем на фестиваль как раз мы делали он такой простенький но был что когда мы затеяли сейчас делать тотем мы поняли что у нас не материала не не сухого столба ничего нету сколько спонсоров осталось я не знаю я про спонсоров сейчас вообще полностью забыл там если хотите стать спонсором для вас откроются четыре видосы секретных но они из со времен последнего тотема которая вот типа с бычим цепнем вот то есть а пока я нового материала не выкидывал тик ток надо заводить тик ток надо заводить блин я на самом деле у меня с тик током очень сложные отношения потому что это зараза жрет очень много времени и я какой-то момент его удалил потом поставила опять потом опять удалил и понял что сейчас ему надо опять ставить потому что хочу завести сам свой собственный но если он опять будет жрать мое время надо как-то вот просто самоорганизоваться понимаете надо не смотреть контента пилить его и туда выкладывать тогда это еще более-менее куда не ну прокатит а если просто сидеть тик токи это пиздец это просто вся жизнь может уйти потому что сами понимаете ну кто не шарит типа клиповое мышление все мы любим позалипать во что-то и я не исключение зависимости они вызываются не только спрайтом но еще и разными такими медийными штуками спокойно вообще не врубаешься что такое стрима что тяжелый ход шорт в ю тубе и в инстаграме тоже там есть похожий формат но самый лютый это в вк потому что там происходит какой-то бесовщина какая-то честно признаться и охуевают какое самое криповое место для вылазки у тебя в память так ну какой сам криповое ну криповое это вот как раз таки заброшенная турбаза причем я туда ходил еще после этой вылазки мне было интересно посмотреть кто же там живет в итоге я нарвался на команду каких-то рабочих которые оказывается там жили все это время там просто заброшенным получается но эти чуваки жили там до хера времени дубле я охуел тут короче на чистых прудах стоит заброшенное здание абсолютно все в какой-то момент закрашенная но потом типа его постоянно бафили внутрь то можно попасть посмотреть что внутри вот это интересно но я не знаю как-то залезать залаза пока еще не видел привет братной задан родной причем такие мобильные игры я играл раньше в папку потом какую-то поставил платформер какой-то не помню но это дэшки моя любовь то есть это our defense разного рода вот мне нравится но потом я опять же понял все это жрет время если ты чем-то занимаешься если тебе нужно монтировать ролик а я монтирую блин по два три дня я не могу себе позволить там особо поиграть поэтому приходится наступать себе на яйца и монтировать садится когда видосы с рамом так 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 как получить твои стикеры да блин все очень просто заходишь в группу там продается стикер пак это единственный способ пока но если в живую встретитесь твоя чуть одну солью но я в москве так что тут уже извините не не всем эта тема близка столица такая штука бля права новой 214 я не пользуюсь чернилами я вообще 214 я это вот так понятия не имею чем во вторых знаете да я почему-то думал что ты в принципе могла это сделать и вначале не с того ни сего просто я ем яйцо с майонезом зачем вот он сделал пацаны в этом под чем мы под яйцами и майонезом у меня есть загадка у меня есть анекдот про цыган отлично давай я сначала загадку сгадаю если не догадают то будет им анекдот про цыган загадка значит такая загадки за рубрика и от не про сказали этот по цыган я говорю я не знаю него так лаган я знаю загадку давай загадку я тут машине цыган и негр кто сидит за рулем от жака фреско надежно вторая загадка максимально серебряный как называют негра который сидит за штурвалом самолета отгадали первую да сразу же с первого кто полицей млр красавчик пилот отгадал чертова расисты да все молоденько можно не можешь рассказывать анекдот приходит цыган к другому цыгану и говорит да у меня отца украли золотой был человек как вам вроде неплохо может его отец был не было конер смысл от одной тяжки и короче анекдот также были расскажу значит украине с американец и русский решили найти на вершине горы клад то есть управляются к подножию горы разложили лагерь но русский думает пойду-ка я проведу что-то на территории и сразу в крысу полез на гору залазит залазит смотрит на горе сидит йети и хер салом натирает но дети его просто раз в охапку начинает ебать русский терпит молчит ни единого звука не сдает спускается вниз приходит в лагерь говорит нету никакого клада на вершине горы украинец думает но чё-то русский не договаривает залезает та же самая картина йети натирает хер салом в охапку начинает трахать украинец думает ну блять тоже нельзя политься молчит ни одного звука спускается говорит американцу нету никакого клада можешь сам проверить американец лезет та же самая картина йети его в охапку и американец начинает дико орать русский с украинцем это внизу слушает и русский не выдерживает спрашивает украинцы какого хрена типа мы там молчали украинцем отвечает я когда спускался уйти сало украл для красавы не прям займись хорошим в стиле в стиле короче мы заканчиваем ладно ребятки давайте пока как я люблю это делать так неожиданно да Субтитры сделал DimaTorzok